МОЛДОВА Что сказать? У меня тяжелая работа. Попрощавшись с Лилианой, мы поехали в тот регион Молдовы, куда не пускают самого президента страны. Мы у границы между Молдовой и Приднестровьем. Сейчас мы едем по демилитаризованной зоне между двумя регионами. Незадолго до нашего приезда в местных школах запретили обучение на молдавском языке, только на русском. Молдова ответила экономической блокадой. Мы уже можем снимать? Да, вы можете. Здравствуйте. Очень приятно. Мне тоже. На границе я встретил Ларису. Она будет моим гидом в Приднестровье. Я очень рад, что вы приехали посмотреть на нашу страну. А мы уже в Приднестровье? Думаю, да. Это территория Приднестровья. У нас государственный таможенный комитет. Мы хотели снять наш въезд в Приднестровье, но пограничники по-советски нас остановили и попытались забрать камеру. Мы пытаемся втолковать им, что у нас есть разрешение на проведение съемок, что все совершенно законно. Мы прошли таможни и пограничные посты, пересекли реку, разделяющую две страны, и оказались в Приднестровье. Вскоре мы въехали в столицу Тирасполь, где еще стоят памятники советской эпохи. Сегодня нечасто увидишь памятник Ленину. Ваши люди гордятся своим советским прошлым? Нет, но мы хотим их оставить. Вы решили не сносить их. Их сделал хороший скульптор. Они из хорошего материала. И что-то выражают. Пускай стоят. Кровать маленькая. Очевидно, здесь только один двуспальный номер, да и тот, занят каким-то комитетом. Еще нам сказали, что во всех здешних гостиницах номера просматриваются и прослушиваются. Судя по всему, наш номер прослушивает Приднестровский КГБ и за нами следят на советский манер. В Тирасполе многое говорит о советской эпохе. Но, вопреки словам молдаван, на улицах города нет вооруженных отрядов. Для вас Советский Союз нечто плохое, а для нас хорошее. Мы жили в доброе, стабильное время. Но это не значит, что наша жизнь с тех пор не изменилась. Наоборот, мы реалисты, и мы понимаем, что теперь все по-другому. Это наши паспорта. Вот как они выглядят. Это паспорт Приднестровья? Да. И кто его признает? Мы. А кто еще? Никто. К нам подошел представитель банка Приднестровья. Он приглашает нас на выставку в честь десятилетия Приднестровского рубля. Они хотят показать миру, что это государство не только суверенно, но и что здесь есть свои печати, свое правительство, свой президент и своя валюта. Печать денег – важный шаг для обеспечения независимости суверенной страны. Молдавское правительство пришло в ярость, когда Приднестровье начало выпускать свою валюту. Почему на ваших деньгах не изображен президент? Дело в том, что у нас нет культа личности президента. История Приднестровской Молдавской Республики насчитывает всего лишь 14 лет, поэтому современных героев у нашей Республики как бы нет. Поэтому на банкнотах мы изображаем исторических деятелей. Это огромный стрелетейный завод, один из крупнейших в бывшем Советском Союзе. Во время Холодной войны на нем держалась вся страна. Сегодня он собственность Приднестровья, и ходят слухи, будто здесь, в тайных цехах, производят оружие. Приднестровья Этот завод необъятен. Я еще никогда не бывал на таком большом промышленном предприятии. Здесь можно легко спрятать оружейные цеха так, чтобы мы их не увидели. Молдаване часто говорят, что Приднестровье нельзя считать отдельной страной. Здесь нет никакой инфраструктуры. Но оказавшись здесь, вы понимаете, что экономика тут развита, и работают крупные заводы. Многие мне говорят, что именно Молдова – неполноценная страна, и будущее за Приднестровьем. В советскую эпоху почти вся промышленность Молдовы находилась в Приднестровье. После отделения этот регион оставил себе самые доходные заводы. Но многие заказчики не признают Приднестровье. После объявленной Молдовой блокады заводы складируют товары и увольняют рабочих. Получатель этого груза – Объединенное Королевство. Но его нельзя выслать из-за блокады. И что интересно, здесь написано «сделано» в Молдове. Ну, то, что сейчас делается Молдовой в отношении Приднестровья – это экономическая война. История уже ответила на этот вопрос. 14 лет существует Приднестровье без дотации Молдовы и без вливания извне. И в то же время, значит, до сих пор не умерла. Поэтому будет Приднестровье, хочет этого Молдовы или не хочет. За пределами Приднестровья считают, что на этом заводе производится оружие. У нас нет для этого времени. У вас нет времени на производство оружия? У нас нет времени производить оружие. Естественно. Считается, что Приднестровье – крупный производитель вооружения, которое поступает в Африку и Чечню. Но никто толком ничего не знает. Международные организации не признают существование Приднестровья и не могут начать расследование. Приднестровье граничит с Украиной и не следит за своей границей, через которую проводят все от алкоголя с сигаретами до серьезного оружия, которое производят в Приднестровье, вдали от бдительного ока международного сообщества. Я вам покажу, насколько легко сюда что-то ввести. Сейчас я стою в Приднестровье, а эта дорога ведет вглубь страны. Но если выйти сюда на поля, то я уже стою на Украине. Мы незаконно пересекли границу, но поблизости нет ни пограничников, ни постов, нет даже линии, указывающей на то, что мы стоим на международной границе. Кондробандисты приезжают сюда на машине или в фургоне и попадают на Украину по такой наезженной колее, затем едут на Черноморский порт Одесса, откуда развозят свой товар по всему миру. Но контрабанду провозят не только через стеневую границу. Ее пропускает и пограничные посты, как, например, пост внизу. Приднестровские и украинские таможенники известны своей продажностью. При попустительстве некоторых должностных лиц товар активно провозится через границу, а таможня Приднестровье находится в руках президентского сына. Сын президента также подозревается в связях с компанией «Шериф», которая, по мнению Интерпола, связана с контрабандой оружия. Компания недавно за миллионы купила себе стадион, где Молдова, у которой нет таких стадионов, проводит свои международные матчи. Впечатляющее сооружение. Президент FIFA господин Зепб Блаттер, когда это все...